всем привет дорогие друзья если вы не забыли меня зовут профессор луц и это канал club show многие из вас наверно подумали что я уже умер и забил на этот канал но на самом деле нет как вы знаете сейчас на дворе кризис и именно кризис мотивирует меня делать всякие пиздат и вещи если вы помните начало club show именно в такой же среде все начиналось но о том как я собираюсь выйти из этого кризиса это будет отдельная подробная серия чуть позже а сегодня мы поговорим о семейном ведь многие подписались на этот канал только из-за него и ждут с нетерпением каждую серию но она все не выходит и выходит и не выходит и так уже три года поэтому дорогие друзья эта серия для того чтобы освежить вам память и объяснить почему нет выпуск поэтому дорогие друзья присаживайтесь поудобнее и мы начинаем длительную историю где же на самом деле семейный погнали и так эта серия будет больше разговорная потому что в принципе семейный такая штука он не изменился последней серии если вы помните последняя серия закончилась на том что мы замутили крылья и решили сделать некий тюнинг ведь я уже стал магистром алхимии где моя книжечка иди сюда но мы его естественно не сделали а все потому что в том сервисе вермерси начался переезд люди которые сдавали это помещение сказали что все сервис тут не может находиться поэтому вермерс скором порядке начал искать новое помещение и нашел его к сожалению намного меньше чем был и поэтому семейного нельзя было поставить кузовной цех чтоб он там проставил вот принципе кадры где видно что уже в кузовном цеху остался один семейный уже даже начали рушить стены зрелище конечно печальное ну что же делать ну естественно пришлось в срочном порядке думать куда его перевозить и вот дальше начинается самая интересная история сразу вам скажу что я никого не виню в основном это вся моя вина то что все так затянулся все так получилось так что пацаны прошу просто не хейтить никого и я честно говоря проебался в этой истории больше всех так вот история какая мой друг ванечка который в принципе занимается хулином сервисом говорит что его знакомые открывает сервис где-то в районе войковской и то что у них там очень много пространства и в принципе они готовы поставить семейного у себя и за рекламу даже их делать я естественно согласился потому что не хотелось на самом деле выкатывать его на улицу вызвал эвакуатор и мы перегнали его в тот автосервис и все поначалу было неплохо я помог даже парням сделать небольшой ремонтик придумал логотип придумали всевозможные там визитки надписи в общем о культурили все это дело огромное спасибо кстати бульдозеру он мне безвозмездно все это помог совершить так что если вы не знаете где делать всевозможные эскизы или например там дизайнерские всякие визиточки то ссылка будет в описании бульдозер вот топ тащит помог мне один раз так вот все начиналось достаточно хорошо мы там убрались у нас была идеальная чистота стены были покрашены в два цвета и в принципе сервис начал работать я даже туда гнал своих клиентов все было хорошо все было замечательно у нас даже планировалось покрасочная камера потому что мы красили по факту вот просто в занавешанном таком помещении и я уже был готов делать семейного пока я к этому готовился я естественно сделал свою копейку даже сделал тимати но со временем начались всевозможные косяки во первых мои клиенты стали немножечко недовольными вообще подходом людей которые занимались ремонтом в том сервисе потом началась такая история то что я говорю ну чё давайте делать семейного все говорят да 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 давайте делать мы тебе поможем а по факту я просто напрямую договаривался с работниками и платил свои бабки за свои проекты это принципе логично но изначально конечно договор был немножечко другой я начал приезжать когда что-нибудь туда делать и первым делом ко мне приходили ребята из этого автосервиса и просили съездить за водкой в палатку магазин вечно они были с какими-то подозрительными лицами и все это нагнеталось и дошло до такого состояния что мне просто там становилось находиться отвратительно и я перестал туда заезжать ну попросту забил вообще забил полностью я думаю ну стоит семейный ну и хрен с ним клиентов я естественно туда перестал звать и все это текло так по накатанной прошло наверное если не спиздить год может быть как я там не появлялся и тут прекрасным днем вот этой вот весной мне звонит один человек электрик который мне помогал достаточно хорошо в том сервисе и говорит чувак а где твой семейный я говорю как где в сервисе стоит он мне говорит а ты в курсе что сервис закрыт а семейного твоего похода сдали в металлолом и тут я реально охуел это был просто пиздец есть шансы что его больше нету я обосрался просто пиздец как и естественно в первую очередь ломанулся туда когда мы приехали с вами и стали разбираться что там происходит оказалось что сервис давным-давно не работает охранники говорят что там уже давно никто не появлялся а люди которые занимались этим сервисом последнее время то и дело сдавали всевозможные детальки в металлолом и там никто не знает если там вообще что-нибудь внутри или там просто пустота и после этого начались качели потому что мы звонили директору этого сервиса он не подходил к телефону в итоге дошло до того что мы дошли до владельца этой территории договорились на том что мы вскроем этот сервис и хотя бы посмотрим если там семейные вообще но что там происходит договорились на определенное время приехали туда открыли и оказалось что семейный стоит там и тут я выдохнул это реально вы не представляете мои эмоции это было просто охранительно после чего мы договорились владельцам территории что мы естественно напишем расписку привезем документы и вызванием эвакуатор и перевезем все это мое сокровище к себе сюда вот в стены хули нам сервису ну и не долго думая я позвонил своим друзьям русу из дубровского синдиката как вы знаете у него есть офигительно дешевый эвакуатор если что ссылка будет в описании и мы двинулись забирать семейным как это было я естественно все снимал и сейчас вы это все увидеть но прежде чем мы продолжим хотел бы тебе посоветовать еще одну вещь которая помогла мне не сойти с ума сидя дома в период пандемии это онлайн экшен с боевыми машинами красаву особенно после нового безумного обновления doom's day cards теперь еще больше огня взрывов и разрушений прокачивай battle pass и получай новые уникальные детали чтобы собрать свою тачку также теперь всем игрокам доступен новый гараж испытать десятки оружия уничтожения пулеметы флазмоганы бензопилы огнеметы ловушки и многое другое побеждай в битвах и выполняй задание чтобы зарабатывать ресурсы используя найденные запчасти чтобы улучшить свою машину или создать абсолютно новую адскую маршрутку сражение против других игроков битвы с боссами сюжетный режим и даже королевская битва выбирай что хочешь и врывайся в ярусную войну за контроль над пустошами создай в гараже уникальный стиль покрась кузов нацепи пару черепов и уточку чтобы все боялись воткни в крышу машину флаг пускай все знают как выглядит настоящая легенда качай кроссаут бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы для побед всем привет дорогие друзья вот и наступил день чем как вы видите ну не знаю вам видно в окно или нет погодка не самое лучшее но тем не менее мы едем позволять семей ух вот сейчас начнется контенте ну чё мы на месте пацаны вот с этим бандитом мы будем позволять здесь мины короче вот такая вот такая ситуация практически все разрушено и сейчас будем надеяться что его не дали мутиль короче сейчас поедем до сервака где был раньше есть не знаю что там было или будет даже баннера нету все ты сдай серваку пишем базаристов тухлый короче хулинаем кулином сервис зарешал со своей техничкой чё у нас там по инструментом по стоечкам там начинаем чем-то от селки где короче все имеется и вот это злосчастное место и вы даже пытались поджигать поможете да это моё там чуят это пивасик мини пивасик я понял да это варили мета что-то цены ставились так ну где же ворота откройтесь ебаный рот вот это тизер вот это где семейный пацаны я понимаю так ничего ворота практически открылись сейчас будем заходить туда пытаться доехать до семейного погнали посмотрим короче пацаны а все тут трешняк все снято какая-то хуйня валяется повсюду это мерседес что видно и вот он семейный семейный есть сейчас короче вам покажу посвечу колеса есть на месте на хрень вот это чудо но тут тоже не просто так его выкатить потому что он стоял хренову тучу времени у него сзади лопнули типа рессор ну вот и придется сейчас его домкратить и как-то отсюда до стола я хочу ехать тут сам ну чё репки короче все подкачали задомкратили семейный катается сейчас будем выкатывать ее и вот это снег на сверху воздух прям 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 да 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 вот степень стопал ну можно жмуровку ваниль 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 ох пацаны mission complete вот эта штука стояла по моему почти три года еще не сгнила не в метоле а вы боялись очень короче выкатили вроде все нормально но может это пропало но это не столь важно будем восстанавливать смотрите сколько пыли на нем это просто пиздец просто вековая пыль короче сейчас будем вызывать эвакуатор и вести к нам его гараж так что так но выглядит он конечно уже бомбически надеюсь когда-нибудь он начнет ебать и переворачивать кайф или так ну че мы дождались эвакуатора как всегда подсобили пацаны из-за вакансов и сейчас будем грузить эту малышку на что делать сейчас поедем в теплый край и обратно у ля ля вот это я понимаю сейчас будет экшен а это лучше нацеплять братан рычаги не прикручены вот это я понимаю сразу виду профессионалы работают я буду типа рулить чтоб он не наебнулся нормально все вот помчали ну чё вот и в дамках немножко длинномерно ничего страшного короче сейчас будем крепить его и поедем что там беретесь Ну чё, вот мы и на месте. Сгружаем, красавцы. Тот самый момент, когда Клоп делает что-то сам руками, бля. Коски, сука, бля. Всё? Это всё, что тебе хватило? У тебя камня нормального нет, что ли? О, всё! Мы победили! Чё происходит, скажи? Семейный дом. Настал? Сейчас я вся семья взборил. Что, ты приступай к работе, начинай уже. Паркинг поставил. А, паркинг? Да. Ебать, черт возьми. Всё? Давай толкай, что ты стоишь? Иди, рули! Ну что, крокодил дома. Вот она, последняя фотосессия. И как всегда, зарешал Эво Кастом. Огромное спасибо пацанам. По промокоду без расточительства сделают скидочку. И мне хорошо, и вам приятно. Так что всё. Ну что, аллилуйя, дорогие друзья. Вот Семейный Спасён стоит передо мной в этих чудесных просторах хулином сервисе. Семейный Спасён. Но на самом деле не все так хорошо, как могло бы быть Потому что множество деталей, как, например, передний бампер, задний, а их было два комплекта Ушли в металлолом, потому что они алюминиевые и стоят очень дорого Кое-какие запчасти были испорчены, потому что часть крыши была дырявая, все намокло, все стухло, все сгнило Но это не важно, потому что рано или поздно, когда я начну его восстанавливать, по-любому я все это замучу И очень много людей, которые вызвались помочь восстановить мне этот автомобиль Но пока, дорогие друзья, я заниматься им не буду Все очень просто, потому что я хочу сделать из этого реально топовый проект А не вот всякую эту ютубную херню, которая лишь бы вот так вот на экране смотрелась нормально, а по факту полная хуйня Я тут сел, прикинул хуй к носу, посчитал И оказалось, что на этот проект мне нужно ни много ни мало полмиллиона рублей 500 тысяч рублей Таких денег у меня не было сроду Тем не менее, тем не менее, я придумал, как разбогатеть И об этом будет подробная серия Там будет много чего интересного Это будет целая новая рубрика, которая позволит мне немного поднять бабла и вам стать немного счастливой В общем, все подробности чуть позже Ну а теперь давайте я расскажу, что будет сейчас с этим семейным Во-первых, мы расчистим тут территорию Я его поставлю, задам крачу, поставлю на пеньки, чтобы он так вот не висел, не гнил У меня есть чехол, я накрою этим чехлом всем Разберусь там внутри, потому что там внутри полный пиздец Там жили кошки и реально там воняет просто пиздец Все это я устраню А самое главное, я сниму вот эти вот колеса И эти колеса отправятся на евреи В этом сезоне еврей будет хоть немало маски Похожи на стенс проект и вот на этих вот колесиках Ну и, соответственно, законсервирую этот проект для лучших времен Чтобы наши предки увидели, как надо ебать и переворачивать Ну а нам остается только копить 500 тысяч рублей и ждать чуда А вам, дорогие друзья, единственное, что бы я попросил Это поддержать меня, набраться терпения И эта машина обязательно рано или поздно поедет Потому что в утиль я ее не сдам И по-любому эту тачку я оставлю до конца своих жизней Возможно, даже именно на этом машине повезут меня в дальний путь Ну если я, конечно, стану успешным Ну а так, как бы, вот, вот семейный Вот почему про него не выходит серии И, к сожалению, я реально расстроен, что так все происходит То, что я не оправдал ваши надежды Потому что, поверьте, мне самому так же интересно начать его строить Но, пускай даже бюджетно, с моими связями и всем остальным Все-таки нужны какие-то деньги Ну а у меня после этого коронавируса не то, что на проекты нету А иногда даже и одеться не на что Но, в любом случае, все наладится Ну а пока, дорогие друзья Вот ваш семейный, вот я, профессор Луц Спасибо, что смотрели Дальше будет только интересней Но обязательно, дорогие друзья Отпишитесь, поставьте дизлайк И напишите хуету в комментарии Всем пока Надеюсь, вы поняли, почему нет семейной ИГДИО Субтитры сделал DimaTorzok Дальше будет